всем добрый воскресный день в нашем в нашем случае добрый воскресный день в вашем случае это скорее всего уже день будничный ну что мы в отпуске нас впереди 16 дней 16 дней неожиданной радости что запланировано в первую очередь мы решили три дня посвятить даче а дальше у нас будут небольшие семейные путешествия так как в этом году мы не сможем поехать к маме в белгород там будут боевые действия мамуля мы тебя очень любим скучаем очень хочется как только закончится все я прям беру 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 от беру отгул на работе мы едем к тебе но пока очень опасно и страшно значит сегодня программа следующая мы никуда не торопимся мы никуда не спешим это самое прекрасное что может быть это работа без спешки что ты прекрасно понимаешь что впереди у тебя не просто два дня за которые ты должен все переделать а впереди у тебя три дня за которые ты должен все переделать но это уже спокойно это условно три дня да да мы плюс-минус как мы будем уже отталкиваться от погоды от состояния от самочувствия от всего вот поэтому мы три дня планируем позаниматься а там как говорится расскажи богу о своих планах а там посмотрим поэтому нелли сейчас начинает сажать что все помидоры перец и кстати мне взошли огурцы и кабачки кукуруза все взошло то что я на той неделе сажала прям удивительно за одну неделю прям все будет значит кабачки и огурцы даны ли вам чуть попозже все это покажет а я займусь самым важным мероприятием это порядком на участке а за эту неделю были дожди и заросло все просто капитально поэтому я не торопясь беру косилку в руки в зубы зубы и начинаю опять то что я делал уже две недели назад анели вам покажет что у нее выросла поехали помидорчиком пахнет просто прелесть но девушка ну и я пойду немножко отнесу ребята не буду долго вас мучить вот это все заросло и буквально через мгновение вы увидите как здесь будет все чисто ребят всем салют но у нас так много всего выросло тут гигантский лук тут гигантские помидоры и перцы и укроп гигантский но если что у нас тут вся гора выросла но но присаживайтесь поудобнее вы наливайте себе чайочек кофе очек газировочку и там где-то еще печеньки лежат приятного просмотра ну что как сказал семён мы сегодня должны посадить всю рассаду которую я с собой привезла рассада конечно под вытянулась дома она такая тощенькая но я надеюсь что она все-таки приживется и в теплице будет расти прям на 100 плюс у меня тут сорта практически все низкорослые или среднерослые из высокорослых у меня только черри но нужно их будет найти потому что я еще так не понимаю где что сидит вроде этикетки есть но за счет того что очень много всего я как бы еще потерялась ну что начнем сажать сейчас разметим я сейчас покажу семена где у нас взошли огурцы показать экскурсовод приступает к работе давай пойдем посмотрим где у нас огурчики взошли так ну что семён где огурцы показывай пальчика ну показывай где вот огурчик у нас вот так вот еще огурчики ну собственно я их сажала сразу просто сеяла в землю поливала нет на свеклу мы пока не пойдем смотрите ладно давай сажать самое главное найти всем место но я еще хочу помидоры и огурцы посадить в грядке на открытый воздух вот семён поедает укроп вкусно любимое лакомство а чё ты еще любишь лук зеленый он острый тебе нравится всем давай не здесь лук у нас такой чтобы покушать растет там давай так ну что начну я с перцев кстати они у меня уже зацвели и там где-то даже завязались небольшие перчики конечно рассада у меня пересидела все поставь семён ага спасибо сынок рассада у меня слегка пересидела но я думаю все будет у меня в порядке да и все вырастет что-то там опять ешь так давайте я теперь расскажу какие сорта у меня в рассаде так это сорт неизвестный так этот сорт викинг это красный перец вот здесь это смешанная солянка если мне хватит места я его рассажу так и это перец орфей такой малышок небольшой я еще в связи с тем что мы очень много работали очень поздно его распекировала я думаю сейчас я его посажу он сразу же вырастет тем более мы две недели будем здесь то есть это будет и полив и подкормлю я каким-нибудь удобрениями я думаю все будет в порядке и в этом году еще я решила добавлять в грядку долмитовую муку потому что у нас все-таки очень кислые почвы суглинки у меня даже бархатцы у них листья более такие красно-бордовые ну и вообще спасибо сынок все растение все растению прям красноту отдает это говорит о кислости почвы все нам еще тети оле надо набрать нервы ладно ничего садись вот и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так как Антон купил проектор, я сейчас буду делать экран, чтобы изображение показывалось на этой доске ОСБ. Мы купили 12 миллиметров ОСБ и белую матовую краску, акриловую, без запаха. Сейчас я покрашу, потом Антон закрепит это все дело на террасе, и вечером мы попробуем посмотреть какой-нибудь фильм. А пока сохнет первый слой краски, я посажу на эту грядку перца. Я посадила уже достаточно много, засадила всю теплицу, засадила там грядки помидоров. Рассады настолько много, что я даже не знаю, куда это все дело посадить. Ладно, буду работать. Вот такая вот у меня красота вышла. Пока их особо не видно, но вот перчики видно, я их уже замульчировала. Надеюсь, они приживутся. И я здесь заметила еще одну упаковку помидоров. Откуда она взялась, я не знаю. Вообще, что это за помидоры такие? А, это запасные. Господи, ладно. Это я уже буду сажать завтра. Пойду красить. Ребятки, вечер добрый. Мы настраиваем наш новый телевизор. Удачный телевизор. Мы с Нелли. Она вам показывала. Ну, я иду, немножко вибрации есть. Она красила, подготавливала поверхность для нашего нового монитора. А это непосредственно сам прибор. Проектор. Оказывается, все в современном мире не настолько дорого, насколько это могло бы казаться. Поэтому выбирал долго, тщательно. Сейчас он уже подорожал. Я успел купить его по акции за 14 500. Сейчас уже 18 или 19 тысяч стоит. Ну, может быть, акция будет еще. И вы тоже сможете купить. Диагональ 120 дюймов. Полные штаны радости. У него еще, помимо этого, классный звук. Но это мы увидим. Я сделаю перебивочку. Может быть, кусочек какого-то фильма. Ну, а пока настройка. Ребята, день неизвестный уже какой. Наверное, я думаю, что... Четвертый. По графику четвертый. Ничего не снимали. Почему я снимала? Нелли снимала. У меня два дня было мучения. Три. А может быть и три. Первый день вы меня видели, что я собрался косить. Я до сих пор кашу. Я до сих пор кашу. Косилка сдалась. И сказала, что все, хватит. Я прощелкал на самом деле ее сервисное обслуживание. Но это, опять-таки, из-за отсутствия опыта. Оказывается, в газу на косилке надо следить за подшипниками. Потому что во время работы и шума не очень-то и сильно слышно, что там загремели они или нет. Но по факту мои загремели. У меня появилась дикая вибрация. И, в принципе, работать ей дальше очень некомфортно. Потому что ее трясет. Эта тряска придет к тому, что она развалится и может причинить еще какой-нибудь вред. Поэтому мной было принято решение купить новую газонокосилку. И я начал ее искать. В воскресенске. Это не самое простое занятие. Пришлось объездить очень много магазинов. Два раза. Но так безуспешно. В итоге было заказано на Яндексе. Такая же модель, как у меня. И эта, только чуточку помощнее. Ширина захвата такая же 42 сантиметра. В принципе, ту косилку я покупал за 5000. Она отработала 2 сезона. Мне кажется, она 3 сезона отработала. Да, 3 сезона. 3 сезона отработала. Даже если с учетом то, что я эту куплю сейчас, ну, уже купил за... Не помню уже сколько. Ну, по-моему, 11200 или 11300. Если она отработает 3 сезона, я буду очень рад. Она и была открыта. Вот. Ну, ладно, бог с ним. Косилка косилками. Траву-то я старой практически все покосил, но не идеально. Что мы еще приобрели? Нелли мы купили. Кусторез и траворез. Это устройство для того, чтобы... Где работать, Нелли? Под кустами срезать травку. Вот так. А, вот так? Матерь Божья. Ну, она ее уже опробовала. Я на самом деле тоже опробовал. То есть, если у вас есть кусты, елочки там, я не знаю, какие-то деревья растут, и вы боитесь их повредить газонокосилкой, вот этой штукой, прям как вот машинкой, которой я бреюсь, можно обработать куст очень приятно, комфортно. Да, и легкая. И легкая, да. И также у нее есть еще отдельная насадочка. Ну, вот ее... В пакете она в масле. Длинная. Это для кустаретов. Да, то есть, можно взять... Вот мы попробовали, допустим, палки гортензии, там практически толщиной с мизинец, она отрубается с легкостью. Ну, это что касаемо меня и моей технических, как говорится, задач. Помимо этого, была плохая погода. Помимо этого, в один из дней у меня разнесло мой глаз вот до такого состояния, что мне пришлось прямо с утра ехать к врачу. Спасибо врачам, что вы есть. Спасайте, помогайте. Я приехал, мне скрыли. Все очистили, как бы я вот уже второй день уже с нормальным, можно сказать, глазом. Вот. А Нелия это время занималась огородом. Чего-то ты насажала у нас. Ты натворила. Да. Да я все посадила, что хотела. Огурцы досадила, помидоры все рассадила по разным грядкам. Ага, что я еще там... Кукуруза взошла, все взошло, все отлично. Вот осталось только... Горох все мы посадили. А, да, горох все мы там посадили, зелень еще досадила. Ну, в теплице помидоры уже оклемались, перцы пока так себе. Не знаю, что им надо. Вроде и удобрения добавила им. Ну, посмотрим. Ну, они всегда у меня начинают с того, что они вот такие дохлые стоят в этой теплице. Ну, да. А потом вырастают и дают немного-немного плодов. Немного. Да. Ну и ладно. Самое главное, что-нибудь вырасти. Да. Ну и вчера, пока была погода у нас не... Нелетная. Нелетная, да, был дождик. Мы решили съездить в сторону Коломны в питомник. Вот. И немножечко взяли украшение для нашего сада. Ну, расскажешь про своего друга. Да. Мы выбирали себе новых друзей. То есть вот у меня есть сосна. Гортензия твоя есть. У меня есть гортензия. Ретенджел. Да. И вот я себе купил нового друга. Он, может быть... И сумахи тоже твои. Сумахи мои. Да. И твоя елочка вот эта. И мой ясень. Не, она ясень наша. А. Вот так. Вот. Это можжевельник. С виду он может показаться весьма таким скромным. Смельненьким. Вот. Но мы видели его старшего брата. Он ростом с меня. И он держит вот такую форму. Да. То есть он не кустом таким разваливается, а именно держит эту форму. Нам порекомендовали сейчас его посадить и вот подвязать его веревочкой, чтобы он понял, что ему двигаться надо вверх, а не кустом. Вот. Поэтому зовут его Арнольд. Название это не я ему дал, это его коренное название. Поэтому мне нравится Арнольд Шварценеггер. Я сказал, этот Арнольд будет жить со мной. Или у меня. Вот. Это раз. Ну а все остальное это мои друзья. Да. Да. Так. Ну начнем с красоты. Это горизонтный или горизонтальный, как его можно назвать, можжевельник. Golden Carpet. Он буквально 2 сантиметра. Он 10 сантиметров. Разве? Да, 10 сантиметров это тоже. 10 сантиметров высота его. И он полностью укрывает землю. То есть даже сорняку вообще шансов пробиться вообще никакого он не дает. Я его посажу возле дома на самую главную нашу клумбу. Клумбу, да, цветника. И он будет потихонечку разрастаться. Надеюсь, мы увидим полную мощь его. Старости. Да, хотя бы. И его собрат. Это Ice Blue. Тоже ковер. Он голубого цвета. Вот сначала я влюбилась в него. Но решила взять ему друга. Тоже. Ну они... У нас есть перекрестные цвета, чтобы отыграть. Поэтому решили с двух сторон их запустить. Такие красавцы. Вот такой вот смешной цветочек. Не помню, как он называется. В общем, то ли прислонялкин, то ли прижевалкин. Подожди, это та, которая должна камушку прижевать? Да. Это она разве? А я думал, это те... Вот. В общем, я его называю прижевалкин. Он распускается такими шарами волосатыми. Очень красивый, смешной, забавный. Все мне очень понравилось. Но опять-таки, он сейчас вот в стадии зародыша. Да. И он вообще любит скудные земли, растет на камнях. Ему нужно обязательно... На что-то опереться. На что-то опереться. Что-то в виде камня, плитки, бордюры, без разницы. Ну и, конечно же, я как фанат суккулентов. Любовь к суккулентам у меня началась еще в детстве. Далеко до замужества. Да, далеко до замужества. У меня было очень много разных красов. И не красов, и живые камни я выращивала. И вот увидела у этой прекрасной женщины Елены каменные розы. По-моему, Ольга ее звала. Елена. А, да, Елена. Бабушка Лена. Не Лена. Ольга это другая. Да. Это английские, да, она сказала? Да, это сортовые. Сортовые английские каменные розы. Они не растут вот такими вот приростками, как мы привыкли видеть на молоделых. То есть они делятся. Заполняются все. Они делятся, да, и как бы развиваются. И могут чуть-чуть так в горку расти. Ну, очень красивые. Прям необыкновенный окрас. Красно-зеленый такой, опаленный. Белые края. Ой, люблю. Я бы у нее все бы купила бы. У нее красота, конечно. Да. Ну, вот такой кусток 300 рублей. А вот эти я взяла по 100 рублей. Росточки. Тоже разных саккулентов. Ну, тут много. Вот эти горками растут. Вот такие вот. Не знаю, будет видно, нет. Но потом поближе покажем. Будем сажать. И вот эти горками растут. Оп. Вот такие. Видишь, здесь с песком надо смешивать. Это она на бару сказала, что как бы они же неприхотливые. На всякий случай можно песочку добавить. Ну, красота. В общем, вот это вообще какая-то прям такая кремовая розочка. У нее очень много малышек. Красный. Мы купили два кашпо. Да. Это для маминых цветов. Это для пахучки. Для молодец, господи. Матиола двурогая. Да, это для матиолы. Стоять будет прямо на террасе. И можно будет подойти и... Вечером понюхать. Утонуть в аромате. Французский духов. Так что, пойдемте сажать. Как-то так. Кстати, мои тайдалы тоже уже подросли. Да. И собираются цвисты. Что тоже немало. Приятно. Да. Тайдалы молодцы. Все. За лопаты. За перчатки. А, и еще. Я похудел на 5 килограмм. Ножки стройные стали. А то. Все. Я похудел. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Поехали DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, мы посадили Вамины пахучки Теперь они будут стоять у нас на террасе Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok